Беды на жильцов дома номер 3 по улице Кондрикова обрушились еще в конце сентября, когда у них на первом этаже начались ремонтные работы капитального характера. Магазин «Магнит» решил расширить сферу своей деятельности и по-быстренькому открыться как раз здесь. И может быть и хорошо, что отремонтируют крыльцо, козырек, витрины приведут в порядок. Да не хорошо, а здорово. Но дело в том, что с тех пор уже на протяжении месяца ремонтные работы ведутся с 9 утра до 22.00 каждый день, без перерывов и выходных. Долбят так, что у квартиросъемщиков второго этажа плитка поотваливалась. Судя по строительному мусору, который в течение двух недель лицезрели жильцы дома, сносили не только перегородки, но и несущие стены. Такое впечатление, что кто-то предупредил наших доблестных товарищей. Сегодня экстренно с утра, две недели больше не вывозился мусор, была мини-городская свалка. Сегодня конкретно все с утра лижут языком. Даже под мили, какая прелесть. То есть этого не было? Конечно, не было. Мне вот интересно, откуда люди узнали, что сегодня действительно приедет нам телевидение. Злость и сарказм в интонациях этих людей вполне оправданы. На их жалобы и раньше особо никто не обращал внимания. Дому 42 года. За это время был проведен всего один косметический ремонт. Подъезды давно выглядят как притоны. Крысы по дому и продомовой территории уже ходят пешком, а не бегают. И тут, нате вам счастье, долгоиграющий капитальный ремонт со всеми, какие только можно придумать последствиями. С 27 числа по непонятным причинам у нас начались какие-то разрушительные, не строительные даже, а разрушительные работы. Весь дом ходит ходуном по сей день. Мы обратились в администрацию. Наша администрация не в курсе. Архитектор не в курсе. Абсолютно никто не знает, что здесь творится. Мы, конечно, тоже были в шоке. Люди ломают стены. После такого заявления мы тоже обратились в администрацию и тоже были в шоке. Ну, действительно, к нам еще проект не поступал. То есть, хотя, как бы, намерения о том, что провести какие-то работы, не высказывали. То есть, им было предложено представить проект. Но, к сожалению, до сих пор он появился буквально у нас в пятницу только. Будем его рассматривать сейчас и давать какое-то заключение по нему. Какие заключения администрация может делать по проекту спустя месяц после начала ремонтных работ, которые находятся на стадии завершения, непонятны. И реакция администрации на жалобы жильцов тоже неясна. В общем-то, нам информация поступила о том, что начались какие-то работы. Где-то, по-моему, 1 октября. Незамедлительно мы направили специалистов в отдел архитектуры. То есть, они вышли туда, увидели, действительно, да, проводятся работы. Причем, начинают разбирать стенки. Не капитальная, но какая-то перегородка. То есть, ведутся работы по перепланировке помещения. Мы сразу же выдали собственнику и нашему арендату уведомление о прекращении работы. А то, что работы никто прекращать не собирался, особо никого не волновало. Между тем, за этот месяц жильцы дома пережили и до сих пор испытывает побег крысы с подвалов на лестничные клетки. Плотно запыленные подъезды. Бесконечную тряску подгудения вентиляции и музыку специфического характера. Постоянную работу пилы, явно по металлу, жужжание которой фоном перекрывает все интервью. А также хамство строителей, улыбки и равнодушие полиции, двухнедельную строительную свалку и ее ночное возгорание, которое, правда, так и не вдохновило строителей на уборку мусора. Хорошо хоть это сделала телекамера. Плитка с потолка и в ванной отваливается. У меня муж болел месяц, не мог встать с постели. Так это было вообще невозможно. Мало того, что он после инсульта и не в состоянии там встать. А тут такой грохот, такой шум, такое впечатление, что вообще сейчас все развалится. Начинается, в общем-то, с 9 утра. В 8 еще вроде тишина, а в 9, в 10, 9 уже начинается. Ну, вечером тоже, да, дремято. Они, в общем-то, допоздна работают. Другой раз вечером гуляешь вот здесь, вот это самое, и свет горит у них очень долго. Завтра, может, они магазин хороший откроют. Я не знаю, я рад буду. Я в тапочках в магазин буду ходить. Это хорошо. Но сегодня-то можно аккуратно это все сделать. Разумно, рассудительно, правильно. Самое страшное то, что наши местные власти не контролируют их работу. Абсолютно не контролируют. Ну, вот музыка кричит и кричит. У нас что, нет в доме несущих стен? Мы в окна, вот в окна смотрели. Вынесено все. Это же, я не знаю, просто страшно. В 2-й машине предназначено. Вот машины где будут раздражаться? Перед окнами? Я не в школе учусь. Но мне, в принципе, не мешает. Но я понимаю, с чем это обернется для всех нас. Потому что я-то живу на 4-м этаже. Мне, в принципе, все равно. Но я понимаю, почему люди вышли сюда. Работают непрофессиональные рабочие. Это нам понятно. Кому-то не понравился гвоздик. И он не знает, что это за гвоздик. Он его вытащил. И все, дом рухнул. Полицию вызывали. Приезжала полиция. Приезжали два молодых человека. Они постояли, в общем-то, посмеялись. Развернулись и уехали. С полицией в этом случае вообще взятки гладкие. Все в рамках закона. Шум стоит с 9 до 22.00. А то, что это происходит каждый день на протяжении месяца по 13 часов в сутки, не говоря уже о том, что в доме живут пенсионеры, маленькие дети, люди, работающие по сменам. Все-таки строительство ведется в жилом доме. И этот вопрос с арендатором администрация города должна была урегулировать еще на стадии договоренностей, а не строительство. Тем более строительство, которое администрация не контролирует и даже ничего не знает. Опять же, при строительстве продуктового магазина в жилом доме в обязательном порядке должны сначала продуматься вопросы с подъездом тяжелого транспорта, который не должен стать проблемой для жильцов. С загазованностью. С автостоянками для транспорта самих жильцов дома. С контейнерами под мусор арендатора. Ну и, наконец, с хорошей шумоизоляцией, о которой должен заботиться арендатор. Еще один вопрос чисто эстетического плана. Все мы знаем имидж магазина «Магнит». Это белый сарай без окон. А между тем мы живем в Заполярье, где как минимум полгода тьма и сугробы. Так уместно ли появление такого магазина на одной из центральных улиц, где большие освещенные витрины должны служить не только украшением города, но и отчасти средством борьбы с зимней депрессией горожан? Второй вопрос – актуально ли появление магазина «Магнит» конкретно на этом месте. При учете, что тот же «Магнит» планирует строительство торгового комплекса на пустыре через дорогу. И когда он будет построен, этот «Магнит» наверняка закроется. И начнется очередной этап ремонтов уже следующего сетевого арендатора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова